Высшую государственную награду Орден Суворова получил смешанный авиационный полк из Челябинска. Он дислоцируется на авиабазе Шагол и в истории части это уже вторая подобная награда. Сам же Орден Суворова учредили в 1942 году. Эта пятиконечная звезда отлита из платины и вручают ее только за особые военные заслуги. Чем отличились челябинские летчики и почему попасть в этот полк мечтает каждый. Артур Ишпулатов расскажет. Чеканин Шаг и Гордон несут знамя авиаполка. На аэродроме в ровную шеренгу выстраиваются больше сотни бойцов. Личный состав 2-го смешанного авиационного полка для вручения государственной награды построен. Вручить Орден Суворова за боевые заслуги во время выполнения операции в Сирии прилетает командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Орден Суворова появился в 1942 году. После распада СССР он остался в списке наград России. И если раньше он вручался одному человеку за героические подвиги, то награда целой части. Это случай исключительный. 2-й смешанный авиационный полк одним из первых начал выполнять операции по борьбе с международным терроризмом. Летчики наносили удар по запрещенной в России организации ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике. В истории полка это второй орден Суворова. Первый орден был получен нашими предшественниками, нашими ветеранами во времена Великой Отечественной войны. То, что сегодня полк награжден орденом Суворова, для нас огромная честь. Награждает государственными наградами и самих летчиков, которые, рискуя своей жизнью, боролись за поддержание мира. В авиационный полк входит более полутора тысяч служащих. Он один из самых старых в стране, сформирован в 1938 году у служащих. Говорят, что поэтому попасть в него мечтает каждый. Полк участвовал в снятии блокады Ленинграда о обороне Москвы. В 2010-м его объединили с управлением 21-й дивизии. Самостоятельная история возобновилась с 2015 года. И на сегодняшний день полк является одним из самых работающих полков. Ребята находятся постоянно в командировках. От Камчатки до Калининграда мы участвовали в мероприятиях, в мирные миссии, во всех различных исключениях. Включая Таджикистан, в Канте. Сейчас на вооружении полка находятся бомбардировщики Су-24 и истребители Су-34. Они отличаются дальностью полета, бомбовой нагрузкой и боевыми возможностями. Артур Ишпулатов, Евгений Молчанов, ОТВ.